Ремонтировать и утеплять дома в Ленске начали в минусовую температуру. В старых домах здесь промерзает крыша, а весной и осенью по стенам квартир течет вода. Дома требуют своевременного ремонта и утепления. Но почему эти работы проводятся зимой в сюжете наших коллег из Алмазного края. Ремонтными работами систем водоснабжения и канализации зимой в Ленске никого не удивишь. Но в этом году горожан удивило другое. Начались активные работы на фасадах зданий и кровлях жилых домов. Это капитальный ремонт многоквартирных домов за счет фонда капитального ремонта. Это куда собственники платят взносы за капремонт. У нас как бы попало 20 домов на этот год. Но учитывая то, что основная доля это опала на деревянный жилфонд, мы его признали аварийным. Соответственно из всего списка у нас осталось два дома. Это Держинского 15 и 27. Утеплят и обошьют сайдингом стены обоих домов. Благо, что минусовая температура строителям не мешает. Затем в 27 доме поменяют и утеплят крышу, а в 15 частично отремонтируют фундамент. Проводить более серьезный капитальный ремонт не позволяет зима. Надо было конечно летом делать. Это обычно. Они все делаются в последнюю очередь. Ну это надо планировать заранее, наверное. Организация труда такая. Но если наружно утеплять, то можно и зимой. Стараются такие работы проводить в зимнее время, потому что в летнее и осеннее, весеннее время у нас же периодически дожди бывают. Соответственно перекрытие очердачное, оно может как бы влага в него попасть. Планирование работ начинается задолго до их начала. Процедура проведения торгов и финансирования довольно долгая. Низкая активность строителей вынуждает проводить конкурсы по несколько раз. Это остается одной из главных причин столь позднего начала ремонтных работ. Вячеслав Пилипенко, Руслан Кириллов, телеканал Алмазный край.